Я думаю, мы можем начать наш митап. Сегодня у нас четвертый митап. Он больше сейчас направлен на тему Machine Learning, Data Science. Сегодня у нас как бы такая интересная тема. Спасибо всем, что пришли. Первый докладчик у нас Роман Новик, Chief Software Engineer в EPUM Systems, который специализируется на Big Data, работает в Big Data Competency Center в EPUM. И я передаю ему слово. Добрый вечер, коллеги. Рад вас видеть. Хочу сегодня вам рассказать, как построить, скажем так, нетривиальный рекомендер, как это было сделано на реальном проекте, без углубления сильно, я надеюсь, математику. Потому что это будет именно архитектурное решение. Это будет история о том, как один наш заказчик получил очень много профита от нашего решения. Значит, да, меня зовут Роман Новик. Я Competency Center, Big Data Competency Center, эксперт. Про что мы сегодня будем говорить? То есть сначала вам представлю юзер-стори, с чем конкретно столкнулась одна компания, какие проблемы возникли, почему мы решили использовать Machine Learning подход и Big Data, и как это решило наши проблемы, архитектуру этого решения высокоровневого и какие-то интересные фичи. Ну и куда можно двигаться. Значит, была одна компания, очень крупная, которая занималась бизнесом, который был именно предоставлением разного контента своим пользователям по схеме подписки. То есть это был какой-то legal, healthcare, account, accounting content. Люди компании покупали какие-то подписки, искали через какие-то веб-сайты, предоставляемые этой компанией контент, ну и, соответственно, получали информацию взамен на деньги. Однажды был произведен определенный анализ того, что происходит во всей этой системе. Соответственно, юзер-активити и прочие вещи, чтобы понять качество сервиса. И топ-менеджмент уже сам увидел определенную статистику. То есть 8% поисковых запросов вообще не выдавали результатов из всех поисковых систем. Могу сразу сказать, что они использовали сначала fast, потом solar, потом еще что-то с определенными наворотами. но также они увидели из этой статистики, что 35% всех активностей не влекли за собой каких-то действий пользователя. Открытие документов, просматривание, печать и так далее. То есть пользователи приходили, пытались что-то найти, не получали желаемого и уходили. Это потенциальные отказы. Это реальный abandonment. Что могло быть причиной этого? Задумались сначала. Какие-то синтаксические, орфографические ошибки, какие-то ошибки в алгоритмах, в определении близости запроса, какие-то другие области поиска, отсутствие самих как бы прав смотреть в какие-то области. И пришли к мнению, что основная проблема от того, что компания не знала, что ищет конкретный пользователь. И было принято решение любыми путями предотвратить пустые результаты после поиска. Соответственно, выдавать какие-то рекомендации и уменьшить именно количество отказов. Был очень серьезный, как говорится, брейнсторм. Были очень серьезные активности по преселам. Была заказана у нас экспертиза, и мы решили помочь нашим партнерам хорошим. То есть было решено сделать аналитическую платформу через REST API предоставить, например, каким-то внешним сервисам, поисковым инженерам, каким-то людям, которые занимались анализом, предоставлением сервисов, результат, при этом скрыв за простым интерфейсом очень сложную аналитику. Но как бы сразу же мы столкнулись с определенными вызовами. Именно сложность решения. На тот момент, а проект этот начинался год назад, у заказчика было 180 миллионов документов. И он постоянно и очень активно этот набор данных рос. Соответственно, это море разной информации, каким путем именно находить этот контент и контекст этого контента и рекомендовать, группировать. Огромные объемы данных. И, соответственно, очень сложная имплементация подобных алгоритмов были вопрос, как это все сделать. И, как правило, это естественно, что подобные вычисления не всегда сопровождаются такими очень большими растратами на производительность. Ну и специфичность именно подобных задач. Именно как получить контекст из контента. Делать кластеризацию текста, какие-то семантику какую-то определять, смысл топиков. Или же классические какие-то NLP подходы определять. То есть по какому признаку, по каким принципам находить и рекомендовать. С чего-то надо было отталкиваться. У нас было на самом деле очень много предложений. У нас было очень много и функционала, который вошел в итоговую в итоговый продукт. И одна из фич, но она была просто первая. Это идея. С чего-то надо было идти. Чем он был нам дорог. Потому что он расширяем. Я имею в виду, что можно существующие были модели дообучать. И то, что он скейлился. Что это на самом деле есть? Это соответственно распределение дирихлей. Латентное распределение дирихлей. machine learning алгоритм, который кластеризует, скажем так, текст в какие-то абстрактные топики. Я позже про это расскажу. Скорее это будет более наглядная картинка. Это вероятностный моделинг. И соответственно он, то, что для нас самое главное было, его легко можно было дообучать существующие натренированные уже модели. и он достаточно легко поддерживал inferring, то есть добавление в модель новых документов. Как на самом деле эта штука работает? Очень высокоуровневая чисто на терминах. Предположим, у нас есть алгоритм позволяет, вообще подход этот позволяет разбить какой-то текст кластеризовать этот текст на группы, топики. Но это не то есть на самом деле топики эти, это важно понимать, они как бы абстрактные, они неименованные, они без какого-то конкретного смысла. То есть нету такого топика, что вот это про спорт, это про политику, это про медицину и так далее. Это скорее внутренний связь, внутренняя группировка внутри алгоритма, внутри модели, группировка слов по какому-то смыслу. И топик реально из себя представляет, в него входят, то есть слово может входить во все топики, просто с разной вероятностью. и соответственно есть то, что мы имеем реально, это набор документов каких-то, которые мы можем потрогать, почитать и именно LDA позволяет как бы определить смысловой топик, к которому принадлежит документ. Тут на самом деле очень интересная связь, продемонстрирую чуть позже. Основная идея какая? Мы можем определить наиболее вероятный топик для какого-то документа. Мы можем это сделать для всех документов. И соответственно имея как бы матрицу вероятности принадлежности какого-то документа к топику, мы можем делать рекомендации. Пошагово это выглядит вот так вот. Вот LDA позволяет нам высчитать такую матрицу. То есть по одной оси у нас пойдут документы, по другой абстрактные топики. Еще раз говорю, это не смысловые топики типа спорт и так далее. Это какая-то внутренняя абстрактная связь. И алгоритм позволяет высчитать вероятность принадлежности конкретного документа к какому-то топику. Предположим, у нас появляется в системе новый документ. Как нам порекомендовать какой-то похожий документ на этот? Опять же, LDA позволяет высчитать такой же вектор вероятности для этого документа. Дальше мы определяем самый вероятный, самый близкий топик для этого документа. Ну и уже в нашей модели мы можем найти наиболее близкий скажем так по смыслу документ. Вот таким образом мы решили двигаться и вот такой первый approach первую первую фичу для нашего рекомендера сделать в рамках какого-то proof of concept. Основные концепции у нас есть коллекция документов называется это корпус соответственно единица дискретная единица данных это у нас слово или терм последовательность этих слов и частота их встречи это документ и документы могут быть ранжированы по какой-то вероятности принадлежности к какому-то из топиков. Ну и соответственно основное концепция которой людей вообще оперирует это набор слов back of words то есть тут важно понимать что топики это не какой-то не какой-то сплит это не разделение слов то есть это такая же матрица которая показывает вероятность принадлежности этого слова к какому-то абстрактному топику. Ну и математически как-то это показано как например три каких-то терма с какой-то распределением вероятности прианклежности к четырем топикам ну я думаю что будут вопросы мы позже к этому вернемся просто после этого мы встретили новую интересную вещь в рамках POS наши data scientist на R на Java начали имплементировать какой-то из вариантов LDL это целый класс алгоритмов вот было реализовано какой-то POS на Java сразу скажу что был взят тестовый корпус документов 53 тысячи документов размер словаря получился где-то 111 тысяч слов терминов это важный как бы параметр для подобных алгоритмов ну и предположим был запущен алгоритм тренировки моделей на каком-то обычном дешевом компьютере луктопе вот это было Java приложение на hotspot делилось мы решили кластеризовать данные на 200 топиков 1000 итераций обучения это понятно что очень важные параметры у нас например топики потому что слишком маленькое количество топиков если кластеризовать текст на очень маленькое количество топиков то просто получится ну некачественные рекомендации совсем большое количество топиков оптимально как параметры эти находить тоже мы над этим бились я расскажу этим позже и соответственно подобный алгоритм работал 40 часов сразу задумались мы про производительность это был достаточно больной вопрос с самого начала напомню что на тот момент корпус документов у нашего заказчика был 1.8 миллиона 180 миллионов да вот было принято решение понятно мы решили двигаться в мейнстрим это сейчас Hadoop для подобных решений вот многие здесь надеюсь знакомы с этим это решение для распределенного хранения и вычислений соответственно он open source распространяется под Apache 2.0 лицензии то есть friendly для коммерческой разработки вот ну и позволяет собирать инсайты с больших объемов информации естественно что важно понимать что это даже не то что фреймворк или какая-то система это целая экосистема которая позволяет запускать очень интересные сценарии на себе второй компонент мы выбрали Mahut скажу сразу что на тот момент это кстати недавно было год назад была единственная нормальная библиотека которая запускалась на Hadoop это соответственно масштабируем Machine Learning Library написано на Java тоже open source под Apache 2.0 лицензии реально она очень зрелая ну и поддерживает целый ряд алгоритмов для того чтобы один из них LDA который нам и нужен был вот плюс он предоставлял два API для LDA запуска тяжелых алгоритмов на кластере это чтобы натренировать общую модель ну главную модель на большом корпусе документов и соответственно in-memory API чтобы уже проводить inference новых документов в существующую модель это быстрая операция этим мы решили воспользоваться высокоуровневая архитектура как бы этого решения примерно выглядела так сначала как бы на словах перед тем как запускать скажем так данные в основной конвейер данные нужно было конечно подготовить сначала весь корпус документов вычитывался парсился вот оттуда доставался как бы текст удалялись всякие метаданные служебные очень много было то есть есть документы ну не то что как бы паразит но вносящий шум в модели это всякие цитатники которые концентрировано понятно собирают в себе очень важные термины вот которые достаточный шум в любой подобный алгоритм вносят применение каких-то бизнес правил соответственно какие-то документы хотели не хотели это каких-то там может быть какие-то sensitive данные хранятся которые рекомендовать нельзя потом этот весь input документов весь этот поток документов он аннотировался определялись например языки еще что-нибудь понятно что от этого дальнейшая работа системы очень сильно зависела вот потом проходила стадия нормализации документов про нее чуть-чуть подробно подробнее расскажу в следующих слайдах в основном это как бы очистка текста от всяких слов привод приведение всех слов к каким-то базовым формам ну например вот стопворды удаление стопвордов соответственно это просто это вот этот шаг и я еще один там расскажу это одни из общепринятых таких вот операций над текстом в текстовой аналитике которые просто обратим наше внимание на пару из самых важных то есть стопворды это какие-то слова типа the is it в русском языке понятно предлоги там союзы и так далее которые тоже не нужны в анализе подобного типа они нужны в других вещах например natural language processing и так далее но нам для того чтобы кластеризовать текст нужно было избавляться от подобных слов stemming это приведение слов к какой-то базовой форме пример stemming то есть он очевиден вычленение корня или какой-то базовой формы именно слова который несет смысл и именно эта форма приспособлена для какой-то кластеризации в итоге как именно выглядел наш data flow он состоял из двух частей как я сказал одна это было на кластере запуск это map reduce data flow для того чтобы натренировать свою модель мы потом это более в масштабе посмотрим то есть пока что не вчитывайтесь в эти квадратики я просто хотел сказать что показать что это было два data flow и второй in memory в памяти data flow и именно он использовался для последующей рекомендации как называется on fly на лету эти два data flow они как бы имеют много общих участков какой-то код переиспользовался какой-то запускался скажем так в такой же последовательности аналогичной операции для подготовки данных и запуска самих для предоставления именно рекомендаций ну а теперь как-то в масштабе вот так как оба data flow и на кластере и в памяти имеют ряд аналогичных шагов эти два pipeline два workflow этих я буду показывать параллельно то есть сначала вопрос был чтобы загрузить именно весь корпус документов для кластера это естественно делалось каким-то mempredus параллельным в памяти это делалось ну скажем так пользователь например пишет search query какую-то поисковую строку в текстовом поле мы воспринимаем эту строку как новый документ пусть маленький но это документ или же пользователь соответственно загружает новый документ в базу данных или же наша компания новый контент загружает в любом случае мы оперируем таким понятием как документ соответственно потом наступало в обоих в обоих workflow стадии обработки документов это трансформация если нужна работа с синонимами это отдельная тема достаточно нетривиальная как синонимы вставлять ну скажем так это out of scope это за границами этого потом нормализация документов тут важно понимать что в обоих workflow это стадия аналогичная то есть и основной корпус документов документ за документом и новые документы или поисковые запросы обрабатывались одинаковым образом удалялись одни и те же стопворды приводились одинаковым скажем так алгоритмом к базовой форме вот потом наступала стадия именно подготовки данных скажем так генерации во внутреннем формате многих данных для самого алгоритма для самого алгоритма LDA то есть формировался словарь подсчитывались все векторы TF и DF нграммы создавались какие-то во внутреннем махутовском формате скажем так но это достаточно тоже серьезный шаг так как мы и говорим о big date эти все преобразования они стоят того чтобы о них думать всегда и детализовать на нашей схеме не те же самые но аналогичные действия производились для inmemory подготавливались вектора определенные ну и дальше эти входные данные поступали на вход именно самому скажем так тренеру в случае MapReduce или моделеру в случае работы работы в памяти когда нам нужно было на лету делать рекомендации это определенные API объекты внутри махута ну и получался такой вот выход в выход из MapReduce pipeline у нас получался первый это две матрицы то есть это как я вам показывал документ to topic матрица с вероятностями и вторая матрица это term to topic вернее даже topic to term тут порядок важен потому что это интенсивность чтения и как алгоритм это считывал MapReduce именно махут скажем так в такой проекции хранил данные эти данные шли на вход на определенном вот если говорить ну и словарь конечно шел на это все шло на вход in memory если мы посмотрим связь потому что in memory pipeline нужно было знать словарь и нужно было знать именно саму вот эту модель это матрица topic to term и то что именно нас интересовало и то на чем мы строили наши решения это были матрица document to topic и вектор вероятностей именно по новому документу это дальше вступал в действие тот подход который я вот показывал пошагово как работает LDA вот ну и выход структуры то есть соответственно это один вектор словарь это просто нормализованные слова термы то то что я говорил матрица topic to term с вероятностями то что я говорил матрица doc to topic тоже с вероятностями принадлежности как я говорил документа к топику и скажем так один вектор с вероятностями именно для нашего поискового запроса принадлежности к тем или иным топикам ну опять мы встречаемся с определенным трудностями мы стали задаваться вопросом как измерять качество нашей модели то есть вот LDA красиво в Махуте все посчитал а дальше что с этим делать как мы сразу запустили и получили очень негативный результат оно не работало потому что нужно понимать как настраивать эту модель то есть потом был вопрос вот мы имеем две модели натренированных на одном и том же корпусе документов как из них выбрать лучшую по каким критериям то есть не садить же там например там тестеров или еще что и смотреть что лучше предсказывает какая модель ну или рекомендует скажем так ну и да то есть вопрос именно оптимального набора параметров как я сказал например количество топиков то есть кластеров их в LDA там больше десятка всякие там какие-то сглаживания еще что-то в любом случае все они очень серьезно влияли на качество модели вот как выбрать оптимальный набор для наших целей ну и естественно вопрос как это автоматизировать и чтобы была одна волшебная кнопка сделать хорошо вот ну ответ простой измерить мы нашли такую вещь коэффициент перплексити это коэффициент который показывает как хорошо какое-то распределение или модель может как бы предсказывать следующий сэмпл для разных естественно алгоритмов он считается по-разному но для льдей оказывается тоже такой был именно для той имплементации льдей которая в махуте была вот она могла использоваться напрямую чтобы сравнить две модели хороша она или плоха ну и потом мы выяснили что внутри очень глубоко в API махут даже эти вещи имел можно было их использовать на самом деле очень много до этого всегда докапываешься через исследование кода и потому что эти все open source проекты многие вещи внутри прячут в особенного патчи big data экосистеме ну соответственно минусы как автоматизировать эту вещь зная только этот perplexity это обычный brute force то есть каким-то перебором смотреть есть определенная как бы характеристика для perplexity нужно то есть чем меньше тем она лучше чем дальше например это итерации больше с каждой итерацией качества алгоритма качества модели улучшается perplexity становится меньше соответственно установить какой-нибудь там порог изменения между прошлой и текущей итерацией именно этого параметра ну это конечно очень долго но в рамках этого proof of concept это был достаточно подходящий результат даже просто для каких-то дата сайентистов для тестеров чтобы сказать та или иная модель лучше на самом деле существует ряд алгоритмов для подобных методов кластеризации иерархических алгоритмов которые каким-то более интеллигентным образом не брутфорсом устанавливают оптимальный набор параметров но его нужно было имплементировать и в стандартном наборе Mahuta и даже в других machine learning пусть даже не способных запускаться на кластере библиотек такого не было это я уже чисто читал научные статьи но там достаточно все понятно но это нужно было реально самому имплементировать и поэтому это для следующего для следующей итерации проекта было заложено влог ну какие-то дополнительные возможности подобного алгоритма поддержка языков в нашем случае на самом деле документы содержали теги с указанием языка на самом деле этот можно на лету определять как предполагать опять же там с той же самой кластеризацией какой-нибудь имея ну как это google translate например делает мы уже это не имплементировали но у нас был готовый возможность это заиспользовать и модель как бы генерилась на самом деле понятно что от языка очень сильно зависел то как генерировалась модель потому что даже на этапе предобработки какие стопворды удалять какие стемминг формы то есть в зависимости от языка генерились разные модели и тут был единственный выход то есть например если документы нескольких языков уметь несколько моделей и соответственно определять на каком языке пользователь вводит поисковые запросы рекомендовать документы именно из той модели которым этот язык принадлежит ну большой минус тут конечно что нету как бы индексации по всему корпусу документов вот ну как я сказал этот язык полностью влияет на весь workflow как и MapReduce так и InMemory еще была очень мы увидели что очень много как бы шумовых документов то есть этот алгоритм он всегда что-то рекомендует даже не по теме поэтому мы придумали ну то есть были просто визуально даже было видно что рекомендуется какие-то noisy topic какие-то левые абсолютно документы это мы просто взяли кластеринг на два домена используя ну как бы это объяснить в итоге этот подход позволил именно комминс обычный кластеринг на два домена отсеять шумовые топики вот обычный комминс использовался там уже был просто параллельно запускался на кластере какой-то inmemory комминс чтобы для каждого документа отсечь вот сколько ну настолько мапперов чтобы для каждого документа отсечь шумные топики вот ну соответственно как делать рекомендации я тоже уже показывал на той табличке когда объяснял как лидия работает то есть у нас есть query to topic vector вот из него выбирается самый близкий топик по вероятности потом соответственно выбирался самый близкий документ в этом топике ну и соответственно там можно было топ-end делать и проще это уже API простой прозрачный через REST позволял там search-инженерам и другим командам играться с результатами нашего топик-моделирования как они хотят ну элементарно рекомендации стали вот эти наши использоваться чтобы как-то твикать rank в поиске элементарно это рекомендовались документы внизу в placeholder например вот как книжки в Амазоне там или то есть подсказывались просто ну и соответственно разные сценарии персонализации запоминания каких-то определения хотя бы вот именно основных вот топиков тем которые вот именно пользователь интересовался тоже позволило делать какие-то юзер-центрик сценарий вот это уже был вопрос скажем так какого-то более фронт-энд обработки наших данных ну какие альтернативы этому то есть я как бы говорил что это LDA это выбор был вот именно с чего-то надо было начинать на самом деле идей было очень много соответственно семантический поиск устраивать есть как бы LCA LCA алгоритмы пробабелистика LCA алгоритмы и semantic role labeling это как бы уже чистая NLP идет вопрос в том что LCA он гораздо медленнее даже чем LDA и он чуть-чуть другой вообще принцип как бы во-вторых он не скейлится именно сам алгоритм не параллелится ну и просто то что я говорю совсем другая концепция LDA нам позволял более скажем так удобный путь для того чтобы даже мы потом придумали как визуализировать документы группировать по каким-то тематическим группам вот а semantic role labeling это скажем так не замена мы потом придумали как комбинировать много этих вещей могу даже сказать с помощью semantic role labeling это определяли соответственно про что документ в каком он состоянии и дополнительный placeholder вот элементарно если вопрос мы пытаемся найти какой-то законодательный акт потом это уже тема другой презентации у меня презентация сейчас первая это будет часть вторая вот то есть определяли что документ тогда-то был внесен на обсуждение тогда-то отклонен тогда-то заблокирован потом была первая вторая третья редакция то есть вплоть до того что таймлайны показывали внизу это как бы не рекомендация просто очень хорошая визуализация и показывание связанных документов и это ни в коем случае не replacement того что мы сделали сейчас а это то есть не замена а дополнение вот ну а LCA и LCA я сказал что он просто был до собой очень медленный и не скейлся сам алгоритм ну и что дальше в будущем движение в сторону Spark вот ситуация в чем что Mahut сейчас пытается переписываться под Spark и он когда-то сделали ему форк в версию 1.0 мы сейчас работали на 0.9 который уже несколько лет существует и все это так и замерло сейчас вариант именно родной встроенной Spark ML.Lip работать ну там это естественно именно много затрат на переписывание но оно того стоит вот адаптация под Lutine Solar именно чтобы каким-то предоставлять какой-то unified именно фасад ну то что я уже говорил надо это в планах реализовать какой-то более интеллигентный алгоритм для нахождения оптимальных параметров иерархический иерархический ну и использование семантики я говорил что уже одна из внедренных фич в этот проект это semantic raw labeling ну и дальнее будущее когда мы смотрели были варианты например большой очень минус я говорил когда много языков что корпус документов дробится на разные подкорпусы каждый под языком разные модели нельзя рекомендации была идея использовать что-то типа translate API чтобы делать одну общую модель но это уже использовано и установлено что плохой вариант нужно переводить каким-то другим в любом случае это очень большой минус для многоязычных корпусов документов ну и тоже уже используется voice to text рекомендации обычный какой-нибудь движок даже есть в ширипойнте чтобы voice переводить в текст а дальше работать в search query поисковые запросы голосом диктовать это тоже заказчику уже имплементировано потому что то что я сейчас рассказывал вот это вот этот проект год назад стартовал я там участвовал как архитектор на первоначальной стадии и выработав основную архитектуру и я оставил этот проект на стадии proof of concept и дальше команда сейчас достаточно большая очень расширила и довела до первого даже релиза проекта ну и все какие вопросы коллегу да смотрите какая Тут такой момент. Появилась одна модель. Модель была одна. Она тренировалась на большом корпусе документов. Это могло сутки занимать. Там много миллионов документов. На выходе получался просто матрица. Это уже достаточная матрица даже на большом количестве документов, топиков, чтобы загружать в память и по ней работать уже быстро. И LDA один из критериев, который опять же повлиял на выбор, то что алгоритм позволяет дообучать модель. То есть для нового документа дообучать существующую модель, но это уже быстро, это уже не миллионы документов. И таким образом смысл на самом деле получался в том, что когда-то была сгенерена эта модель, которая там сутки, может там неделю генериться. Вот. Она загружалась в память предположим того же самого веб-сервера, который REST API предоставляет. И новые поисковые запросы. Если это был новый документ, то модель дообучалась. Если поисковой запрос, то просто определялся ближайший топик. То есть не генерилась вторая модель. То есть, естественно, search query, новые поисковые запросы. Не нужно было ими дообучать модель. А просто выявить самый близкий по смыслу топик. А уже имея модель, из нее достать самый близкий документ. Я ответил на вопрос? Да. Фича была одна. Вероятность. Просто были топики с очень маленькой вероятностью. И мы вот именно отсеивали по какой-то… Одна. Да. Это вероятность. Да. Это именно этим занимается в том числе и LDA. То есть, когда нормализовали слова, приводились к базовой форме, порядок их не нарушался. И в том числе учитывалась и близость слов. И даже при формировании словаря указывалось, если такое понятие, как ngrams. То есть, сколько слов в одном… как бы учитывалось близость… Блин, как-то сказать. Именно… Мы использовали на самом деле unigramы. То есть, били по одному слову. Можно было пары слов, там тройки и так далее. Много параметров на самом деле в работе этого алгоритма. В том числе и близость слов, и то, как разбивать текст на ngrams, скажем так. Вот. Синонимы – это то, что я говорил. Это вообще отдельно очень большая тема. Потому что на самом деле у синонимов… Ну вот, мягко говоря, есть слово лук, да, это овощ или оружие. И вставлять… И у каждого у слова лук куча синонимов, у слова оружие там тоже куча синонимов. Соответственно, какую цепочку синонимов вставлять? Мы сначала игрались… В итоге здесь мы остановились, что именно размечать слова ручками на этапе POC для хотя бы… Ну как-то дообучать внешним еще алгоритмам. На самом деле это очень серьезная подзадача, которая до конца не была решена, даже когда я ушел. Честное слово. Ну я описал тип проблемы, и она просто так в лоб никогда не решается. А в начале это было высчитано каким-то образом, ну как бы оптимальное количество, как-то приблизительно. Естественно, я еще раз говорю, что качество модели очень серьезно меняется в зависимости от всех этих параметров. В том числе мы сделали вот это… или количество топиков, или количество итераций на обучение, когда остановиться или какой выбрать модель. Это вот что-то было типа брутфорса. И сравнивать лучше. На самом деле вот иерархический тип алгоритмов, там, hierarchical ODA, там, ну их несколько, они все разные, все с приставкой hierarchical. Они позволяют более, скажем так, интеллектуально и быстро, скажем так, не брутфорсом эти вещи определять. Да, да, да. То есть какой-то, так как компания этим постоянно занимается, был какой-то у них талонный, скажем так, корпус, на котором все тестировалось и разрабатывалось. Нету такого вообще понятия там. То есть опять же берется какой-то тестовый талонный корпус, делится на данные, на котором, ну тренировать модели, на котором тестировать. И, соответственно, каким-то образом прогонять тестовый датасет, определяется правильность. Да, да. Но как бы, нет, естественно. Я между моделями, мне казалось, вы сказали. Естественно, да. Да. Результат какой-то профит принесло компании. То есть, во-первых, пустых запросов, результатов вообще уже не было. Тут вопрос в другом, что, да, статистика, ну снизился в разы вот этот abandonment rate. Я уже когда с POC ушел, я вот только ловил довольные письма, скажем так, заказчика, что там в разы у них количество отказов уменьшилось. То есть исследования очередные я как бы не… да. Плюс такая существовала проблема именно маленьких сервис запросов. Мы делали как… вот как Google делает радугу. Всего по чуть-чуть накидывали. Ну, в любом случае мы всегда что-то выдавали. Да. Ну, или топ-эн. Вот. Это очень интересный тоже для исследования вопрос. Мы… были экспериментальные варианты именно самого рекомендера, да, когда учитывалось какой-то, скажем так, суммарный коэффициент, суммарный вес. Там, предположим, вероятность топика умножить на вероятность документа с какими-то поправками. И это экспериментальные такие варианты были. Они, скажем так, научно не подтверждены. Это уже запускались в разных режимах. И я таких исследований, ну, в смысле работ научных, математических, которые бы доказывали состоятельность… Это уже, скажем так, не математически, это искусственный твик получается. И это не математический подход. И, естественно, возможность вставки каких-то твиков, каких-то… Ну, я говорю, это был экспериментальный вариант. Сейчас, может быть, уже что-то сделали. Насчет этого я вам не скажу. Да, ну, сейчас я говорю именно про самоматематический как бы подход. Потом уже можно, имея этот фреймворк, ну, это просто наполнение фичами и возможными твиками. Спарк поможет именно в генерации своей модели, потому что… Ну, быстрит. Скажем так, что компания настолько большая во всех странах и очень сильно, очень часто апдейтится контент. Там вплоть до сотен тысяч документов в день. И существует необходимость, например, они вот на первом этапе поставили требования раз в неделю точно. Естественно, качество сервиса можно повышать, там, если будет позволять тот же самый кластер, тот же самый раз в день перегенерить. Будет более… Ну, кроме этого никаких бенефитов как бы нету, кроме скорости. Еще раз. Спарк не только в памяти держится, там как бы он кэширует много, то есть память может быть… Не то, что вы там сделаете кластер в каждом по 64 гигабайта памяти, он просто очень много кэширует. Сейчас же вот даже есть, если говорить про тот же самый Hadoop, скажем так, инъекции в прослойках HDFS, с которого читают, ну, такое можно… Естественно, Спарк – это очень удобная для подобных вещей технология. Да, вопрос. Мы потом даже научились как бы в виде… Ну, визуализировали в виде облаков эти документы, организовывали. То есть, да, естественно, нужно понимать, что это не именованный топик, но как бы вот как теги в социальных сетях группируются. И это было визуально, очень нравилось клиенту, и они реально по смыслу достаточно релевантны были. Естественно, то есть модель сразу заливать нельзя. Если, опять же, должен быть какой-то минимум, что алгоритм, чтобы оптимальные параметры устанавливать. Естественно, залили много документов. Что значит дообучить модель? Количество топиков, например, оно будет одно и то же. Если больше документов стало, значит, нужно даже эти параметры модели менять. Сами топики – это вещь такая абстрактная. Это больше группировка, на самом деле, поблизости и частоте встречания этих слов. То есть топик, он не то, что не меняется. Сама природа, релэйшншип внутри модели могут меняться. Любой документ, он всегда относится к какому-то топику, просто с той или иной вероятностью. То есть вы на нее не можете повлиять, кроме как установкой внешних параметров. Количество топиков, количество каких-то, ну там куча математических. Как бы я чуть не допонимаю вопрос. Это уже как идея работает. Да, то есть там внутри математические основы. Еще просто долго про это говорить. Это дополнение к поиску. Это дополнение. Естественно, это не replacement ни в коем случае. Это возможность в вашем поиске показать рекомендации в каком-нибудь отдельном placeholder. Поиск какой был, ну сейчас он там, например, на solar построен, такой и остался. Ни в коем случае нельзя заменять. Это всего лишь рекомендация, причем может быть, ну не всегда и релевантная. Вот. Это очень важный здесь момент. Нет, а конечно. Другой момент, что вы результаты можете использовать, чтобы опять же твикать рэнк в основном каком-то поисковой машине. Все, коллеги. Первый вопрос. Мне очень понравился.